Здравствуйте, дорогие друзья! Читайте заголовок А можно ли начать новичку в питон с высшего пилотажа? Да, можно! В этом видео не будет кода. Я буду показывать группу и буду показывать сам метод. На что это похоже? Это похоже, что вот представьте айсберг в океане и у него есть вершина. Есть один способ когда давайте я покажу когда человек пытается в данном случае Денис делать домашнее задание. То, что он начал это делать, это прекрасно. В принципе, это начальные уроки, демонстрация демонстрация ООП но тем не менее, если мы посмотрим последнюю фразу, да короче, я запутался в двухсотном с воплощением методов. Спасибо за внимание. мы опустим, совершенно не важно что здесь сейчас написано. Наверное, важно понять а почему же у него не получилось. Для меня самое главное что Денис начал это делать, да? А теперь давайте к айсбергу вернемся. Смотрите на самом деле изучая язык программирования есть по сути дела два основных способа. Первый способ первый способ по принципу так как устроены большинство школ да то есть тут реал и идет по порядку да теперь смотрите этот способ гарантированно вы писать не начнете кто попадал в такую ситуацию вот как мне парень написал кстати я буду рассказывать еще об одном способе работы в группе но я открою сейчас эту статью потому что я ее вам дам прочитать вы себе вынесете кое-что да сейчас про айсберг вернемся назад вот парень написал Влад написал благодарю за вас контент то что вы делаете это просто супер я проходил множество курсов по Python там же на самом деле ну на степике и так далее за вашу пару уроков я узнал больше чем на этих расфальдных курсах где идет одно и то же миллион лет проходим по переменным типам данных и только в самом конце добираемся до функций которые дают основную базу программирования помогают и дают то что не было банальных вопросов ребят обратите внимание все все абсолютно официальные тут реалы они устроены именно так здесь больше показана иерархия языка и устроено это как справочник но для изучения этот метод не подходит большинство курсов не заморачиваются они идут так именно как здесь иными словами что делает человек проходит там некие типы данных которые он не понимает и в Python я в конце сейчас я себе здесь пометил напишу в чем казус вот конкретно в Python казус почему вы не можете понять и не поймете пока не сделаете казус понимание в Python казус понимание в Python языка и типов это я себе помечаю так вот человек изучая изучая и наконец-то он добирается до функции проходит таким же образом функции в принципе то что он раньше изучал давно забылось и далее что начинается уныние абсолютно верно мне никогда не выучить язык это чушь теперь я вам начинал рассказ с айсберга представьте айсберг айсберг вот он да вот это у нас видимая часть а есть подводная часть а теперь представьте что вот вы здесь находитесь вот здесь где мы да и согласитесь что мы можем вытянуть и видеть весь айсберг мы можем перевернуть айсберг вверх ногами да находиться здесь и вытянуть весь айсберг опять теперь же представьте вот это мой метод да который я вам рассказал и дальше мы поговорим об этом когда вы сейчас поговорим о том что я говорил когда вы изучаете вот таким образом линейным вы всегда топчетесь где-то на вершине вы даже не знаете что это айсберг вам даже что есть подводная часть какая она вы никогда не знаете и никогда не узнаете а теперь смотрите другой момент сразу показываю суть другой момент но здесь надо пару слов для людей которые новые есть школа да спб тире туд точка ру либо школа там блокчейн дэад точка спб тире туд точка ру кстати на джанго чтобы не писать блокчейн но вначале занимаемся солидностью есть видео уроки но есть в школе еще один способ изучения языка программирования вот я как сказал по принципу айсберг то есть мысль такая основная сейчас покажу на домашних заданиях и на коде ребят смотрите с какой бы стороны мы не подошли к айсбергу и понимая что есть целый целый айсберг мы всегда можем вот с этой посмотреть и понять вот это увидеть отсюда зашли но мы знаем что все равно нам весь айсберг увидел вот отсюда зашли все равно мы можем весь айсберг увидеть нам надо просто знать что мы меняем метод на то что не важно откуда мы подошли нам надо целое то есть когда в школе человек появляется человек который хочет работать в группе работать в группе хотят не все многие стесняются ну наверное стесняются но в группе я помогаю бесплатно хотя индивидуальное обучение чтобы знали стоит у меня 40 тысяч рублей в месяц но новичкам совсем новичку достаточно хотя бы просто работать в группе и работать с домашними заданиями просто с урок с видео уроками а индивидуальное обучение наверное больше нужно тому кто уже знает немножко язык но просто запутался ну вот не понимаю и все это нормально да так вот когда появляются люди которые хотят работать в группе я помогаю здесь бесплатно почему потому что в школе людей много я знаю что это прочитают другие люди и допустим кто-то стесняется кто-то может заниматься группе не может себе позволить заниматься потому что работает там занимается там 2-3 часа в неделю это его дело да в своем темпе но увидев эти домашние задания эти сообщения он начинает подтягиваться под них и делать то есть есть толк но здесь иной метод кроме одно дело когда мы просто проходим видео уроки по порядку пошли и пошли по видео урокам здесь в группе именно вот как я рассказывал про айсберг и как это выглядит вот смотрите домашнее задание первое возьмем да вот появились двое парней сейчас я вижу последнее время пришел Саша Филиппов говорит я хотел бы работать в группе я всегда говорю я не объясняю я говорю начните с чего-нибудь если я вижу что человек начал вот он пишет здравствуйте начал вот с того-то да не хватает основ я не цепляюсь никогда это человек сам поправит его надо направить что он сель допустим по русски пишет сейчас это не важно для меня важно что человек начал когда я прочитал да вот то что он пытался выполнить домашнее задание что бросается в глаза нет деталей совершенно есть общая информация есть какое-то общее отдаленное понимание но человек не пишет сейчас это четко видно значит что в данном случае применительно к айсбергу как я поступил абсолютно верно смотрите я решил опять возобновить эту практику и создал язык ярлык работать группе ну и сказал что Саш я подготовлю хорошо обратите внимание давайте теперь рассудить логически конечно мы могли бы пойти с нуля да изучать типы данных но ребят я открою большой секрет секрет два типа данных самых простых это строки и числа это изначально знает любой человек а для того чтобы постигать функции нам этого и достаточно на первом этапе давайте-ка попробуем открыть сайт BV Togo это можно писать Android приложение мне нравится этот продукт это прекрасный продукт но мы сейчас посмотрим исходный код иными словами смысл этого проекта такой такой делаешь что питон у меня кстати есть видео уроки по нему бесплатные на ютюбе делаешь проект перегоняешь его сразу в Android в сайт и в это десктопное приложение но если мы откроем исходный код то с чего начать язык тут вполне уже понятно открываем исходный код открываем ядро открываем Togo ну и открываем допустим я всегда открываю Windows окно самое простое мы видим здесь классы но если мы прочитаем мы видим ключевые слова dev 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 то есть функции но в данном случае это методы в классе функции называются методами так как имеют первый аргумент но ведут себя так же как функции так если код состоит из функций наверное это и есть то что надо изучать хорошо представляем как описал тот парень мы долго долго изучали типы данных при этом в голове они не вкладывались ведь дальше я уверен что большинство новичков они даже не знали зачем хотя это очень просто но я сейчас не буду на этом заострять внимание потому что цель другая я показываю просто способ а потом дошли до функций и в конце концов рассмотрели функции и пошли дальше открою второй секрет большинство преподавателей до 5 лет которые в принципе особо сами не знают но знают общее а если я скажу ребята так давайте-ка прочитаем какое домашнее задание я дал в результате если прочитать я привел пример этого учебника а потом говорю начните-ка вы отсюда то есть с изучения функций да значит что начинает происходить для того чтобы начать с функции не надо знать никаких языков потому что функция имеет свое определенное устройство функция имеет ключевое слово название либо без названия имеет то что есть в что называется параметрами иными словами и это будет в любом языке функция имеет параметры дальше тело то есть для того чтобы понять конструкцию функции ничего не надо кроме как захотеть ее понять и знать зачем если мы открываем то же тога то функция имеет прямое отношение к чтению кода когда мы разберемся с параметрами да то в принципе на что обращает программист внимание абсолютно верно на параметры на параметры потом на переменные то есть сразу считывается что есть это иными словами изучая функции мы уже у нас есть ядро к чему можно собрать дальше даже проходя неважно как язык мы будем все делать либо в методах либо в функциях но оно будет всегда к месту оно будет расширять просто наше понимание но здесь есть одно но вот как написал тот парень который писал Влад что проходили долго-долго потом дошли до функций так вот так не работает человек не будет писать по одной простой причине потому что давайте-ка вы пришли ко мне на курсы по вождению а я вам говорю ну вот смотрите это болт вот давайте рассмотрим резьбу это важно я говорю ведь болт вкручен в дверь автомобиля без него будет дребезжать а вот второй болт гайка давайте разбираться с чего она состоит нам надо успеете еще поводить автомобиль успеете разобраться в двигателе я вам скажу теперь еще два таких варианта у вас есть автомобиль более такой вариант похожий первый вариант машина стала работать с перебоями и вы новичок у вас есть вариант а я в татье кстати это отметил вы идете по принципу курсов где вы изучали все там с нуля автошколы и пытаетесь там пройти эти курсы и что-то понять вариант б вы четко начинаете искать информацию о том почему же может троить двигатель потом докапываетесь что оказывается это скорее может быть свеча покупаете свечи приобретаете навык что здесь ключ надо что особенный ключ дальше откручиваете закручиваете двигатель все работает вы приобрели конкретный опыт раз за разом такой опыт дает вам возможность действительно ремонтировать автомобиль собственными силами тогда вопрос а почему же тогда разработчики языка делают именно так да они же делают ребята справочник справочник по языку чтобы можно было найти все друг за другом но изучение должно быть иным образом возвращаемся к домашнему заданию иными словами я ему дал задачу разобраться с функциями а теперь ребята посмотрите на наш айсберг если мы изучаем функции мы можем находиться здесь но так как весь язык любая программа состоит из функций а к функциям мы подтянем классы потом а к функциям мы подтянем методы то есть классы методы это тоже функции а к функциям мы подтянем типы данных в любом случае мы можем зайти с функцией и подтянуть язык но у нас появляется точка сборки теперь когда мы будем делать какие-то операции с числами мы будем видеть какую-то логику которая по крайней мере понятна нам точно и мы будем писать код если же мы пойдем дальше и сделаем как рекомендует Бовсуновский а Бовсуновский рекомендует так я не сказал изучи функции я сказал затереть до дыр функции иными словами считывание параметров на автомате то есть посмотрели и уже знаете а они разные вызов функции на автомате и исключения в первую очередь связанные с параметрами на автомате то есть три основных вещи тогда мы действительно начинаем приближать себя к пониманию чтения кода мы знаем что ага мы откроем код нам надо в первую очередь прочитать методы параметры и мы понимаем что обозначает но ведь это же банально и просто и понятно в данном случае это понятно даже будет новичку ну вот у нас есть метод виндов да класс виндов метод init который определяет параметры и не то вообще все боятся хотя на самом деле это довольно простая вещь когда мы хотим задать начальные параметры мы используем init и если мы здесь почитаем тут видим title то есть заголовок позиция иными словами логически все получается есть программа в которой открывается окно ведь мы хотим чтобы программа открывалась каким-то одинаковым образом на одном месте экрана с одним размером был там заголовок или нет мы их задаем но я посмотрел это сразу прочитал скажите это сложно но ведь я до этого знал на что обращать внимание я знал что такое параметры и какие они бывают и дальше пошли определения параметра то есть выделение места и так далее сейчас мы это не трогаем теперь мы говорим все об айсберге о самом пути теперь давайте посмотрим второе домашнее задание человек сделал совершенно другое домашнее задание но опять же смотрите как все пересекается это тоже вроде начало с которого мы начинали то есть в начале просто когда очень простой вход в классы я определенным образом показываю не въезжая да особо что ну сложного на самом деле здесь ничего нет но отлично понимаю что у человека возникнут вопросы то есть ему непонятно и это правильно и вот именно как решить эту проблему чтобы было понятно и ответ на статью а можно ли начинать с высшего пилотажа допустим с интерфейсов и абстрактных классов да ребята можно а теперь давайте вернемся к нашему рисунку расскажу еще кое-что интересное вот смотрите взяли мы и начали с интерфейсов и абстрактных классов представьте мы захватили сразу вот эту часть или вот эту вот если брать так вот с нижней части да вот так вот захватили интерфейс это уже начало высшего пилотажа да отсюда а теперь скажите хорошо захватили интерфейсы и теперь я вам проговариваю ребят а для того чтобы понимать интерфейсы там не надо знать программирование там в принципе одна логика то есть логику как это устроено может понять новичок не зная языка а теперь подумайте а с другой стороны хорошо разобрались мы что такое интерфейсы да понимаем что они в классах пусть для вас это будет пока абстрактно а теперь подумайте ну написали вы интерфейс и вы начинаете понимать а мне что-то не хватает абсолютно верно опять упираемся в функции ведь нам надо выражать мысли как-то кода да они выражаются в функциях либо в методах ага значит мне надо все-таки пусть я начал с интерфейсов но мне надо изучить опять функции ага начали изучили функции но у меня руки связаны я не могу никак это выразить конкретную мысль да то есть мне не хватает типов данных вроде бы зашли с интерфейсов но опять отсюда да но опять оголяется весь язык вот это задача преподавателя на самом деле показать на самом деле ребята с какой бы стороны мы не заходили не подходили к языку при грамотном подходе можно примерно сделать то что мы делаем в жизни а в жизни как я говорил про автомобиль мы как делаем если у нас затроила машина мы не бежим в ДСААФ где мы учились это раньше называло ДСААФ а сейчас наверное по другому и начинаем там что-то изучать с нуля а вдруг нам попадется мы разбираемся с причиной но в конце концов нам все равно пока мы будем разбираться мы поймем где головка блока цилиндр в принципе опять поймем увидев двигатель и в конце концов найдем основную причину но если так поступать каждый день то в конце концов мы сможем ремонтировать автомобиль своими силами и так во всем жизни мы поступаем и в языке так можно поступать ребята ведь это логически теперь давайте посмотрим вы сами прочитаете статью интерпретировать долго потому что длинная статья но я кое-что вам покажу а покажу следующее смотрите ведь по сути дела интерфейсы абстрактные классы там недалеко и до мета-классов по сути дела это высший пилотаж абсолютно верно правильно но я ведь не сказал я мог бы ему сказать как слушай да не суйся ты сейчас в интерфейсы но если бы в Суновске поместил домашнее задание значит наверное оно нужно там а давай я попытался Денису ответить на один вопрос а почему же у вас не получилось с одной стороны я мог поступить следующим образом рассказать а вот здесь надо делать так но это не в моей практике я вообще никогда не даю ответов я только направляю это первый вариант но пройдет день-два он упрется во что-то новое и опять и будет двигаться как слепой котенок и все есть второй момент я четко понимаю я говорю слушай Денис давай вот в эти две недели я составлю план по интерфейсам мы это делали в 15-м году в 17-м в 19-м но понятно что и у меня подход меняется давай я составлю план по интерфейсам но при этом я даю ему уже домашние задания какие почему у тебя не получилось я говорю вот ты подойдешь к интерфейсам нам бы хорошо понять как работает сельф и говорю посмотри-ка ты 30 уроков как раз тут и система работы с кодом и въедешь в классы и сельф ведь как ни крути в его домашнем задании есть сельф а ранее допустим Александр пытался описать что такое сельф пусть он называл по-русски но он же новичок пусть он делал но он старался он делал выводы а профессионализм главное чтобы делал профессионализм мы нарастим это фигня то есть пока я буду составлять план я говорю что что такое сельф просмотр человек 30 уроков сельф научится скорее всего что у него выпадет начнет выпадать какая фишка частая да мне не хватает функций действительно знаний мне не хватает типов данных это пока все равно сейчас выпадать напоминать о себе но как я сказал это ничто не мешает человеку сейчас понять интерфейсы чтобы потом оголить все что ему надо он увидит мне в интерфейсах надо функция мне надо типо данных и я теперь понимаю зачем он зашел с этой стороны хорошо пошли с этого пошли дальше второе ему сказал то что давал Александру Александру я давал мы с вами разбирали про функции а а вот теперь смотрите одни ребята посещают курсы ну я не осуждаю но просто рассказываю вот посещаете вы курс которых три месяца да пришли сегодня на занятия прошли второе на занятия прошли третье и прошла неделя вторая а я у вас спрашиваю ну и что что вы пишете ответ я знаю заранее мы ничего не пишем наверное все впереди а вот он уже пишет Александр уже пишет и вот тут дело стоит вашего выбора внизу статьи я это указал ведь выбор как Александр изучит функции он может их пробежать толку не будет он может их прочитать открыть гугл найти что-то прочитать толку не будет но он может выполнить три условия первое условие разобраться с параметрами ну уйдет дня два три разобраться с вызовом разобраться с исключениями потом поработать потом как я советовал в уроках открыть код посмотреть читаю не читаю вот он уже пишет идем дальше третье я говорю изучите метод супер а при чем здесь супер а здесь я говорю ребята если мы взяли классы Python то супер изучаем сразу потому что вы можете найти опытных программистов которые работают с кодом 5-7 лет но они пишут супер по шаблону и лишают себя этим чего размышления ведь это же решение проблем люди пишут дископтные приложения и супер по шаблону пишут а теперь я вам приведу пример представьте вы пишете приложение код и вам надо допустим сделать таким образом чтобы даты были определенным образом вы можете написать сами можете подключить какую-то библиотеку но вы знаете метод супер и вы знаете что есть библиотека она большая в ней там 500 функций но одна функция есть которая переводит даты в нужный вам формат при помощи метода супер вы вырываете из той библиотеки один этот фрагмент кода и он у вас срабатывает при этом вся остальная часть той библиотеки она не грузит вас она вообще не интересует вас никак и она не участвует метод супер просто выбирает просто выбирает метод где-то где вы захотели и применяет его к вашему куску кода почему потому что при этом указывается родитель применить к родителю это будет кнопка или что-то и больше нигде в итоге это у вас может быть либо способом проблем решения проблем то есть по сути дела так найдя классную вещь которую делает какая-то другая библиотека вы можете использовать у себя ничего не подгружая либо вы тупо пишете по шаблону не понимая как это работает поэтому это просто надо знать потому что это решение проблем и ни один класс без этого не обойдется четвертое а вот и то почему в данном случае Денис не разобрался потому что нет понимания отличия австрактного класса от интерфейса по сути дела для понимания здесь не нужно никакого программирования но то что вы найдете абстрактный класс интерфейс вы найдете там ну абзац да в сети и куча объяснений при этом я даже скажу вам что на большинстве курсов эту тему пробегут потому что как правило преподаватели в большинстве своем не понимают этого различия поэтому быстро проскочат так вот я помню был такой Сергей Асачи мы с ним занимались три месяца мусолили а потом он говорит я увидел совершенно по другому организацию кода и начал понимать паттерны то есть сразу бац и на другой уровень это не так просто это вроде бы понятно это настолько надо погрузиться мы в школе будем погружаться и так далее и так и дальше статье я рассказываю то есть смотрите опять же если вернуться к айсбергу мы начали вот он начал отсюда он новичок он начал практически с того что абстрактные классы и то есть вот с этих с интерфейсов да и по сути дела близко там паттерны а можно ему начинать можно ребят так начинать и даже я рекомендую вы заметили а что же произошло а начало происходить следующее что абстрактные классы интерфейсы теоретически он их понимать будет он даже сможет писать то есть описывать допустим целый город легко описывать функции но без пока реализации допустим улицы города сколько домов то есть все это он научится описывать и в него логически начинается что а мне не хватает знаний по функциям действительно надо их выучить а выучить их мало надо выучить их прекрасно чтобы читать у меня проблемы с чтением кода ага начали разобрались с функциями оказывается нам логику саму никак не прописывать оказывается мы не можем работать с типами нам они теперь нужны если в начале люди проходят эти типы да только зачем они там не пришей кобыле хвост то здесь когда мы написали допустим тоже интерфейс нам четко понятно что-то добавляется что-то компонуется и тут нам понятно ага вот есть список вот мы знаем да нам список лучше чем допустим строку то есть мы начинаем понимать а если преподаватели подскажет а вот теперь действительно можно серьезно заняться типами в любом случае человек обнаруживает что ему этого не хватает просто я хотел вам продемонстрировать мысль что с какой бы стороны вы к языку не подошли вы все равно можете вы язык вытяните полностью то есть само ядро языка это будут классы методы типы но теперь они будут связаны привязаны лично к вам потому что вы понимаете эти интерфейсы у вас появятся наконец-то ответы которых у вас не было если вы проходили и говорят ну давай проходить типы вот бывают такие типы отбарабанил сам вообще думал закрыто у него помидоры или нет там на даче да отбарабанил пошел ему понятно или нет ну и вам само собой непонятно а другое дело когда человек о чем я вам сейчас толкую человек участник вот он сделал домашнее задание запутался но он уже оказывается где его домашнее здание но ведь он пытался разобраться а я ему бац показал так есть еще целый пласт который надо изучать и этот пласт теперь привязан к этому и пусть он работает с классами сейчас это да сложно вроде бы но все равно он вытянет методы все равно функции но теперь они ему он знает ага теперь я понимаю зачем мне это он ответил на главный вопрос который не получают люди которые ходят большинство в школу программирования вам надо вам надо типы данных знать а человек знает а зачем у него то вопрос когда я начну программировать проходит неделя вторая как я рассказывал пошли по типу справочника вам надо вот мы дошли до функций прошли быстро функции пошли классов и он вопрос а когда я начну программировать отвечу вам при таком изучении никогда пока не измените а вот при таком изучении как начал Александр или Денис программирование будет почему потому что у вас появляется условия где вы всегда находитесь в понимании единственное надо время показать вот как преподаватель в данном случае он формирует эти вопросы что я делаю я же особо ничего не делаю я просто делаю то что я знаю то есть почитал ага уровень понятен моя задача сформировать правильные вопросы когда есть вопрос на него ответ найдет даже ребенок но это закрывает дырочку одну вторую понимание и что получается человек который проделывает получает свой личный опыт и понимание и он уже понимает что он растет и пишет просто просто ну но это не все я бы отметил еще два момента которые вы прочитаете момент номер один это изучение еще одного двух трех языков просто когда допустим я вел курс по котлин я говорил котлин сейчас есть блокчейн я говорю берите блокчейн важно чтобы это был живой язык что же происходит если вы будете изучать один язык не важно тут пайтон либо будете изучать в принципе успехи будут будут да но но теперь вот если вот мое предложение я проговорю поймете нет тогда просто воспользуйтесь советом и все которое я скажу в конце но когда вы подключаете другой язык любой желательно статической динамическому динамической статической второй третий что начинает происходить у вас создаются естественные условия для анализа почему потому что допустим тоже солидность имеет тоже функции он вообще построен на одних функциях то что мы изучаем в школе но что начинает происходить что вы начинаете писать функции и вот здесь начинается как тут сказать правильно плевела отлепляются от зерен в остатке в чистом остается что оказывается в том же солидности функция имеет ключевое слово функция имеет название функция имеет параметры да тут параметры указаны таким образом там таким в котлин таким но они есть у вас откладывается параметар у вас откладывается тело то что записывается по разному это не имеет значения раз два три и вы понимаете дальше вы применяете ту же технологию что применяли в python разобраться с параметрами разобраться с вызовом разобраться с исключениями но в солидите вам придется добавить еще две вещи ведь здесь оказывается что имеется цена на газ то есть параметр который вы начинаете рассматривать оказывается от вашего кода не только работает не работает но будет цена еще сделки зависит и другие вещи но что происходит с третьим языком а третий язык вы уже открываете вы уже знаете что смотреть вам достаточно вы открываете справку вы а что там за параметры посмотрели и уже пишете ведь вы в википедии часто видели что язык представляется там на одной странице так и делают большинство программистов потому что в принципе это надо узнать и так во всех вопросах то есть создаются условия в которых естественно у вас происходит анализ и естественно вы начинаете понимать в чем же языки схожи но это надо пережить поэтому когда я говорю рекомендую это то же самое что это обязательно да но я не занимаюсь тем что там человек сам для себя решит услышал хорошо не услышал хорошо но когда вы изучаете несколько языков результат вас удивит на процентов 70 вы у вас будет понимание больше это надо пережить ну и формат веб 3 сейчас формат рулит веб 2 это коммуникация соцсети веб 3 это формат который тоже начинает уже работать почему бы не изучить а его можно и скотлин и жанга мы будем делать первый потом может и скотлин будем делать блокчейн вот и все это услышали это обязательные условия второе вторые некоторые все же не расскажешь в одном я рассказываю только некоторые вещи да ага я смог в этой статье только направить по крайней мере на самое главное то есть это система работы с кодом иными словами смотрите сейчас я перетянул чтобы это было передо мной эта статья и открою что же я хотел открыть сейчас соображу а ну вот это я и хотел открыть так вот вот это вот я сказал посмотрите 14 урок на самом деле это блокчейн это есть и в жанго здесь более узко теперь рассказываю суть вот то что мы ранее смотрели да питон вы говорите я хочу писать и вам могут сказать преподаватели там вы пошли на курсы я ни в коем случае никого не осуждаю почему потому что это рынок да кому-то одно нравится изучая даже вот изучая да подряд писать не будете и даже изучая по моей методике которая вроде бы мощная да все равно этого мало а в чем же вопрос ребят я указал это Денису я ему сказал Денис смотрите вы выполнили домашнее задание но вы просто комментировали а надо код расписывать потому что когда вы смотрите на код вам это представляется весь остальной код якобы немного понятно но как только вы попробуете этот код перевести в слова возникают проблемы правильно вы не можете рассуждать кодом потому что его надо как-то называть и этому надо учиться когда мы начинаем все это дело записывать у нас это получается сначала очень плохо но если мы будем настырны так как мы свой код понимаем и расписывать то через 3-6 месяцев мы начинаем замечать что мы уже оказывается размышляем кодом мы четко читаем легко читаем методы те же функции и у нас сразу это параметр это то это все уже идет на подсознательном уровне потому что заложены азы но и этого было бы даже мало сама система работы с кодом это очень большой отрезок но возьмем второй хотя бы пункт который я отметил в статье и просто сказать кстати система работы с кодом начало это вот здесь на сайте spb.ru мы как раз там изучаем сельф 3 сроков и теорию и систему работы с кодом а в джанго мы проходим практику системы работы с кодом но эффективно это конечно проходить в индивидуальном обучении индивидуальное обучение у меня стоит 40 тысяч в месяц ну понимаете если вот метод самый я работаю в группе и так это эффективно и многое постигают то понятно что в индивидуальной работе это все очень круто но это дорого я знаю поэтому ничего не говорю начните хотя бы просто делать писать уроки читать так вот если мы добавим хотя бы второе хорошо представляем Денис открывает код я у него спросил задайте себе вопросы просто он на тот момент скорее всего не знал он открывает код и я спрашиваю ребят и у Дениса и у каждого из вас а вы сейчас можете открыть документацию питон и найти абс абстракт метод декоратор где находится можете в большинстве своем вы будете ковыряться очень долго а большинство даже не пойдет искать ребята а тогда зачем удивляться писать мы не будем ведь мы же собираемся сразу хап за 10 минут язык хап и все а так не получится а я вам говорю есть способ медленный но верный медленный но он самый быстрый а вот представьте вы с одной стороны описываете код а с другой стороны вы начинаете то что у вас есть в коде открывать документации сначала это будет очень медленно учитывая то что вы там ничего не понимаете ведь Буфсуновский в 2009 году именно так рассуждал что я туда пойду я же там ничего не понимаю прошло года 3 а я не пишу нифига в чем же причина но мне повезло я начал тогда изучать второй язык для меня открылась глупая вещь совершенно я изучал сначала Python изучал изучал просто свой опыт рассказываю а потом вдруг я читаю что функции бывают оказывается первого уровня ну допустим там джава скрипт надо было боже мой оказывается функция Python это не все что есть в нашей жизни а потом смотрел в Python это есть тоже есть слушайте и насколько быстро тогда у меня начало доходить но потом все-таки я до этого читал статью что изучите там десяток языков а я себе сижу и думаю блять какой бред какой десяток один бы тут выучить а это читал писал человек там фамилию не помню имя не помню с Google но суть помню отдайте там с десяток лет выучите десяток языков изучайте языки вместе мне казалось это таким бредом но я вам сегодня доказал что это обратное и тогда я вспомнил вот там же он написал работа программиста это работа с документацией и вот когда я начал изучать Джанго а дай-ка я посмотрю что пишут открыл страшно страшно ничего не понятно для кого эти гады пишут эту документацию что там ничего не понятно ключей в голове нет хотя ответ прост работай в командной строке это тоже выдержка системы работы с кодом мы это не будем все не касаться это другая история совершенно так вот оказывается что если мы начинаем работать с документацией и опираемся на одну простую истину наш код который мы пишем нам по крайней мере немного понятен и нам понятно что что делает когда мы открываем это в документации то нам по крайней мере понятно то что мы это уже искали но со временем когда мы начинаем разбираться в методах с командной строкой работать у нас это начинает проявляться и документация начинает пестрить понимание мы посмотрели ага это метод и нам понятно если метод это в классе какие параметры что вбить начально то есть мы это считываем моментально но это надо начать делать то есть что я вам добавил что есть еще работать определенным образом да вот мы взяли айсберг тот то есть если оказывается проходить этот айсберг накапливать информацию надо каким-то определенным образом надо какая-то система которая явно для меня будет то что я должен сам замечать что у меня кода который я понимаю становится все больше а не понимаю все меньше а если у меня допустим я программирую пытаюсь месяц два три полгода а кода не становится меньше то дело работа в самом подходе видите сколько но всего к сожалению я не успею сейчас рассказать но думаю запишу потом видео почему человеку трудно понять типы данных не зная классовых функций то есть это бесполезно иными словами вот этот справочник если типа справочнику да то в принципе новичок все равно я это докажу но сейчас это надо целое видео писать поэтому не получится быстро что понимая классы и функции мы типы данных понимаем легко чуть позже сделаю видео сейчас хочу уже закончить закончить чем итак ребята моя задача моя задача была показать рассказать и ребят давайте-ка так вот послушали согласитесь что кто-то скажет да красиво говорит да это правильно так вот делайте так и не надо не говорить себе что не получится я не вижу чему здесь не получится если вы знаете что дело знаете зачем то все получится по-другому быть не может ребят поэтому не ограничивайте себя я могу сказать вам несколько вещей подытожив что мы должны итак моя задача была показать что в принципе ведь человек же может начинать совершенно с нуля с интерфейсом вы это убедились да все равно прийти и казан ко всему второй момент что сама система когда конечно есть кроме видеоуроку вот такой способ как группе он классный я скажу это самый эффективный способ почему потому что он делается при помощи вопросов и в конце концов человек всегда находится в ключе следующее что вы должны были усвоить что надо с чего-то начинать можно начинать там с чего-нибудь как написано книги можно начинать как я сказал с функций будут совершенно иные результаты но помните я сказал что ведь все зависит от вас как вы изучите функции и каким образом вот когда мы говорили затереть до дыр одно дело другое дело пройти либо научиться как я говорил затереть до дыр и считывать да посмотрел исключение ага знаю что делать но для этого надо посидеть но для этого чтобы посидеть по крайней мере вы получили информацию что а зачем теперь я буду сидеть мне теперь понятно кроме этого я вам говорил что надо было вынести что работа с еще одним двумя языками программирования почему потому что языки программирования схожи и делая одно и то же допустим писать функции в одном языке и во втором на самом деле придет понимание что вы делаете одну работу и ту же единственная разница в том что там одно одни параметры и они обозначают совершенно свое в другом свои но это параметры как ни крути и это будет в сухом остатке и так далее и так далее и так далее что то будет свое в том языке но основная база программирования будет одинакова во всех языках поэтому программист который владеет одним двумя языками он может писать на трех на двадцати нет разницы по крайней мере быстро разберется и еще момент который я успел здесь сказать что вот допустим мы отвечали ведь на какой вопрос можно ли начинать с значит как я тут назвал статью именно именно с высшего пилотажа а это и есть уже начало высшего пилотажа интерфейса абстрактные классы и так далее и там пойдут мета классы да я сказал можно почему вы это тоже должны были понять что так как нам надо просто понять что такое интерфейсы и зачем нам это а потому что поняв что такое интерфейсы пусть мы здесь находимся они глубоко да мы все равно при правильном подходе вытянем все остальное но вытянем еще наверное более эффективно потому что будем четко понимать что нам подтянуть что нам подтянуть функции что нам надо подтянуть там то-то методы какие-то определенные что нам надо что писать кирпичики типы у нас просто поменяется отношение мы больше начинаем соображать и это будет тоже прохождение только уже с пониманием когда вы пишете реально как программист в процессе всего обучения ну и последнее на что я успел обратить внимание в этой статье что надо еще проходить код определенным образом то есть иметь свою систему работы с кодом вообще я говорю первые полгода новичок должен работать именно опираясь на систему работы с кодом и четко отслеживать понятно ему или нет то есть это по сути дела много писать да кто-то пришел проделал 20 уроков говорит ой я за неделю прошел 20 уроков ну что что сказать ничего не скажу а другой кропотливо поработал запомнил на всю жизнь вот с этого ну ребят то что я уже успел рассказать то хватит да spb-tut.ru и да лучше оплачивать если захотите просто мой совет на данный момент по крайней мере это здесь почему потому что можно купить доступ и к блокчейн и к джанга и к пайтону но это на данный момент как там будет я не знаю все ребят все получится спасибо спасибо Продолжение следует...